Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас я спустилась в теплицу, чтобы посмотреть температуру. И как раз поговорю с вами на вопрос, на тему, до какой пониженной температуры можно держать рассаду томатов в теплице без ущерба для ее здоровья. И при какой температуре нужно делать, конечно, ее эвакуацию. Сегодня, когда я сюда заходила, я вам показывала нижний градусник, где было 15-16, по-моему, и верхний, где было 21-22. Вот я каждый день перед тем, как лечь спать, захожу в теплицу и проверяю температуру, чтобы, не дай бог, она не опустилась ниже критической. Вот сейчас я посмотрела вот этот градусник. Теперь уже 16-17 на верхнем градуснике, а на нижнем, сейчас посмотрим, но я уже смотрела, я могу так вам сказать, вот на нижнем уже всего 8 градусов. Вот 8 градусов, это критичная температура, вот уже критическая для томатов. Но эта температура 8 градусов должна быть у меня на верхнем градуснике, то есть там, где стоят томаты. Та температура, которая внизу, у пола, ну, на самом низу теплицы, я ее не беру внимания, потому что томаты стоят наверху. Вот именно об этом я сегодня снимала видео, что почему мы их на самый-самый верх поднимаем, что здесь они могут пережить наши холодные ночи. Вот, конечно, сибирский регион, но и другие холодные регионы очень сложно выращивать рассаду в такие годы, когда вот такая затяжная, долго не проходя, но не приходит долго весна. У нас сейчас минус 3 на улице, передавали вообще до минус 7 сегодняшнюю ночь, но, наверное, не будет, потому что я слежу за температурой. И вот эти дни самые-самые тревожные. Казалось бы, уже наступила весна, но такие морозные ночи, что в любой момент можно вот сюда спуститься и обнаружить температуру, например, ниже 8, 7-6 градусов. И тогда придется срочно-срочно вот эту всю рассаду заносить домой, хотя нет места на стеллажах, но поставить даже на пол где-то в проходах, на кухонные столы, но лишь бы она выжила. Вот с таким трудом во всех холодных регионах и в Сибири мы выращиваем рассаду. Хочется, конечно, пораньше получить урожай, но помучиться с ней приходится. Вот сейчас я говорю, что ночь уже на дворе, а я все тут шарюсь, проверяю температуру. Конечно, когда на улице минус 3, вот минус 5 передали, я на ночь, на сколько-то часов, вот сейчас, ну я не помню, сколько времени, наверное, 12, вот с 12 до 6 у меня будет работать небольшая ветродуйка. Сейчас я вам ее покажу. Она совсем небольшая, вот такая. Она греет и дует ветер. Она так, знаете, как, она не сильно с нее тепло, но она все-таки не дает понижаться температуре. И вот на вопрос, какая критическая температура, вот ниже которой уже нельзя в теплице оставлять рассаду, я для себя установила температуру 8 градусов. До 8 градусов рассада томатов хорошо переживает. Ну, про перцы я вообще не говорю. Перцев здесь нет ночью, они только днем. Вот до 8 градусов томаты чувствуют себя хорошо. Они, наоборот, не вытягиваются, они такие крепенькие, зеленые, но ниже 8, конечно, это уже очень мало. И в такие ночи, когда ниже 8, ее, конечно, нужно унести домой. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это ночной репортаж из теплицы на тему, до какого, ну, до какой степени может понижаться температура, чтобы рассаду можно было оставлять в теплице. Вот у меня на улице минус 3, здесь плюс 8 внизу на полу и плюс 16 вверху на стеллаже. Это хорошая рассада. Когда наверху будет 8 и опускаться будет ниже, то я ее унесу. Все.